В многоквартирном доме в Октябрьском завершают установку пассажирских лифтов, которые в своё время не установил застройщик. В 2015 году высотку сдали в эксплуатацию с многочисленными нарушениями. Как жители справлялись с неудобствами, выяснял наш корреспондент. Ходилось тяжело, приходилось таскать всё до 16-го этажа на себе. Тон 5, наверное, стройматериалов затащили на 16-й этаж. Дом долго не принимали. Купили квартиру в 2011 году, а заселился я в 2018 году, в январе только. В момент заселения в подъезде Александра Брюнина не было никакого лифта, ни пассажирского, ни грузового. И лишь в 2019-м появился маленький подъёмник. Но с нагрузками 19-этажного здания он, конечно, не справлялся. Сейчас на месте огромной дыры, где все эти годы должен был работать пассажирский лифт, готовятся к пусконаладке. Работу мы начали 01-08. Лифты были очень сложны, потому что они были разобраны. После строительства здесь он был недокомплектован и разобран. Также мы меняли все направляющие. Полностью лифт был заменен. Такая же картина во втором подъезде. Установка грузоподъёмников завершится к концу этого месяца. Решением проблемы занялась администрация городского округа Люберцы, включив этот дом в 2021 году в краткосрочный план программы капитального ремонта. Сейчас в стадии согласования с правительством Московской области вопрос по восстановлению переходных балконов, которые находятся в ненормативном состоянии. Луиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.